Денис Гольцов Денис, первое, что хочу тебя спросить, это мы с тобой говорили до этого, мы снимали с тобой кучу интервью очень классных, которые надо смотреть на нашем канале. Мы с тобой говорили о том, что у тебя остался всего один месяц по контракту. Два. Два, да. И будешь ли просить сейчас у руководства бой и согласишься? Конечно, в первую очередь хотелось бы в феврале провести бой, показать именно такой красочный, яркий, чтобы он запомнился всем и уже дальше будем общаться о дальнейших наших планах. Сегодня на турнире также присутствовали бои тяжеловесов и был очень классный бой у Белостенного. Я не знаю, смотрел ты его или нет, не смотрел. Интересен ли он тебе как соперник и готов ли ты с ним, например, выскочить? На самом деле, рейстор тяжеловесов достаточно широкий и много с кем можно работать. Вопрос актуальности этого боя. Опять же, немаловажна финансовая составляющая и что мне этот бой даст в моем росте как спортсмен, как именно в карьерном плане. А вот по контракту у тебя фиксирована же, наверное, сумма за бой, то есть ты говоришь, что тебе это даст бой, то есть по гонорару ты не можешь. Поэтому я хотел бы сначала закончить мой настоящий контракт, а потом уже смотреть на те условия, которые будут предлагаться и хотелось бы расти во всех отношениях. Еще один вопрос. В углу присутствовал Сергей Харитонов. Он что-то подсказывал реально по поводу Таиланд? Конечно, подсказывал. Он сказал, что в Таиланд сейчас едет и предлагал поехать вместе с ним. Он говорит, там отличная сбора и отдохнуть можно. Хорошо ты. Это перерывы между первым и вторым раундом? Да. Поэтому он говорит, настраивайся на Таиланд. Ты принял предложение? Да, конечно же. Я даже не обдумываю. Окей. У нас скоро Новый год и не могу не пройтись тему мимо подарков. Ты получишь бонус за досрочное завершение боя. На что собираешься потратить? Кому и какие подарки покупать? У меня очень большое количество родственников и в Питере, и в Москве. Поэтому будет кому сделать подарки. Конечно, в Таиланд не получится раньше Нового года уехать, чтобы никому ничего не дарить. Поэтому сейчас по приезду буду заниматься закупкой подарков. Тогда, Денис, ждем твоего следующего боя. Надеемся, мы первые, кто об этом узнаем. Обязательно. Я думаю, что мы еще раньше увидимся и не раз. В гостинице? Да. Все, Денис, спасибо, поздравляю. Надеюсь, тебе понравилось такое интервью. Высокого парня с низким. Денис, еще у нас один вопрос, предложение. Мы видели, что у тебя в углу или рядом с тобой находился журналист Алексей Сафонов. Правда ли это и зачем он был в твоем углу? Он всегда с нами во время боя. Он почти как родственник, можно сказать. Только бороду отрастил больше, чем у остальных. А так все нормально, да. С нами всегда. У Вестника ММА есть одна история, связанная с Алексеем Сафоновым. У нас есть представитель наш. Он тяжеловес тоже. Его зовут Никита Бурчаков. Все время он вырубил Сафонова. Ущерба. Разговоры с Сафоновым. Попадание. Аж капа вылетела. Ну что же, аплодисменты Никите Бурчаку. Наглухо, не знаю, смотрел ты или нет на Fight Nights. Да, смотрел. И как раз у нас есть классные тебе предложения. Поднять денег. Сейчас мы сделаем стердаун. Никита Бурчак. У тебя остался один бой против Дениса Гольцова. Кто на этом заработает? Заработаю по-любому я. Миша, давай. Дверишники, я реально не знаю сейчас. Сафонов не жарко. Все, 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 ребят. Очень жарко. Не похож. Ждем все, брат. Нормально? Поздравляю. Ставь лайк и подписывайся на канал. У нас много всего интересного. Ну а если вы хотите поддержать проект Вестник ММА, а нам сейчас как раз требуется новый микрофон, то милости просим. Реквизиты карты, на которые вы можете скинуть донат, смотрите в описании к этому видео.